здравствуйте друзья у нас сегодня так соображение на троих происходит в пользу людей находящихся в пандемии мы поговорим о психологических аспектах выживания с нами михаил бородянский который у нас бывал неоднократно нашем канале в данном случае он находится в хайфе это напоминает чисто внешне вы же были тут нас в сан-франциско кремниевой долине многие говорят что так похоже вот так если посмотреть со стороны это вроде как в летнее время особенно да особенно в летнее время да тоже и лица похожие вот если на нас посмотреть троих так и не скажешь где мы находимся на той стороне и да михаил вы психолог вы не психиатр я психотерапевт и психиатр в том числе о дожил еще лучше то есть как бы в одном флаконе вот помимо того что вот все люди слушают там да про деньги про заболеваемость я каждый день там по сто раз смотрю там что там происходит с этими кривулями и так далее и вот света вчера сказала хочу торт это не психологическая развивка может здесь потому что это как-то психологически связано или мотивировано желание съесть торт оно может быть мотивировано заедание стресса вот что происходит как жить вообще какие может быть есть какие-то рекомендации наверняка психологи говорят об этом не знаю окей здравствуйте михаил здравствуйте светлана я все не хотел меньше говорить о вирусе а больше о нас о людях потому что о вирусе о пандемии информации много я о вирусе только в самом начале сейчас одну минутку чтобы было понятно как он действует на наши мозги прежде всего пусть меня простят врачи которые нас слушают я очень упрощенно эту модельку сейчас дам чтобы это было понятно всем даже тем кто к медицине имеет никакого отношения сам вирус он попадает там организм он проникает в легкие и он нарушает легочную ткань у нас разрушает и и в ответ на это наш организм дает некую реакцию реакцию воспалительную когда легкие наполняются жидкостью и это в общем приводит к тяжелым последствиям то есть заметьте не самый вирус убивает нас а некая реакция организма воспалительная избыточная реакция организма в одном конкретном месте она является критичной это будет важным сегодня в течение наверное все беседы что неадекватная реакция системы на вот этот вирус и про вирус пока все теперь дальше смотрите что происходит в больших системах типа государства и так далее некоторых компаний есть внешний фактор вирусы он или там падение котировок на нефть и так далее но не это разрушает систему большую а что опять же неадекватная несразмерная реакция это что мы сейчас видим в мире те последствия ужасные там для экономик для людей для тех кто сейчас находится в жутком состоянии это не не вирус вызвал это а это не адекватная избыточная реакция системы и и теперь третий третий слой в этом когда мы говорим про нас с вами про наше состояние про то что происходит в наших мыслях и прочее не сам вирус и не эпидемии и даже не меры которые предпринимают разные страны разрушают нас а что то же самое наша неадекватная реакция на вот это вот воздействие внешне и поэтому то о чем стоит сегодня говорить о чем занимаюсь я с моими клиентами и даже сам с собой когда я тоже у меня был момент что это все это работа с нашей реакции и если мы вот эту вот неадекватную реакцию увидим и сможем ее изменить то мы мы выздоровеем то мы станем гораздо более адекватной ситуации и даже в падающем мире найдем то как восстановить себя свою семью своих близких и так далее с этого начнется некий рост движения у меня вот только один вопрос только один вопрос пока что у меня возник непонятка такая а как понять кто адекватный вот тот который спасайся кто может или полный пофигист который вот я читал сегодня в городке Бнейбрид и как он там называется в Израиле когда верующие проигнорировав там все дела пошли праздновать гулять и так далее и через несколько дней мы имеем 40 процентов зараженных в одном небольшом городке и собственно кто более адекватный как понять я думаю более адекватный тот у кого ситуация в жизни меняется в лучшую сторону и это объективно видно всем окружающим когда мои клиенты восстанавливают свои бизнесы свое состояние психологическое когда они могут помочь другим то видно а ты как живешь тогда почему ты не включен в это ты вроде и иногда это маску одеваешь и если надо и как ты реагируешь по правильной у тебя жизнь меняется лучшую сторону поэтому критерий очень простой он внешне он видимый он заметный когда видишь человек он даже провалившись какое-то состояние потом из него вышел он начал влиять на свою жизнь сам осознанно и он меняет свою жизнь понимает в какую сторону это просто это прозрачно и те вещи которые я хочу сегодня рассказать это простые приемы которые может каждый из нас использовать чтобы почувствовать что да я себя чувствую иначе мои дети которые еще бегают там по дому они ведут себя немножечко по-другому и я знаю что мне делать дальше я знаю как мне выплывать и тема про детей она очень интересная сейчас дети смотрят на нас родители и видят в каком многие из нас находятся состояние и шоке и это с одной стороны очень разрушительно для детей с другой стороны это хорошо если мы можем из этого выйти если мы можем детям показать что смотрите да бывает все разные ситуации обстоятельства и даже папа мама проваливается но потом мы находим себе силы потом мы находим некие приемы как мы вылезаем и дети смотрят думать ого оказывается бывают жизни разные ситуации и мы тоже можем провалиться и у нас будут провалы не успехи и так далее но мы видели как родители из этого вышли и свою жизнь отстроили и это очень классно вот то что вы расскажете оно как-то распространяется действие на ситуацию которую мы видим сегодня в китае например где резко выросло количество разводов от карантина по понятным причинам вот это тоже и реакция а вот не то что жена такая а вот как бы на нее теперь реагируем или что к сожалению любые события стрессовые они ускоряют то что в нашей жизни уже существует то есть те семьи где существовал конфликт и они шли по наклонной плоскости у них шанс развестись больше чем люди у которых были проблемы со здоровьем у них шанс получить проблем с еще больше и так далее да то есть на стресс он действует несомненно и это все влияет но если мы можем удержать состояние более трезвым осознанным если мы можем не вслепую реагировать на ситуацию управлять своей реакцией то мы можем сохранить свое здоровье психологическое и семьи своих сохранить которые тоже сейчас начинают рушиться это понятно из-за этого стресса и и детей которые тоже сходят с ума я считаю что это можно сохранить и многих негативных эффектов избежать хотя конечно есть те кому сейчас совсем тяжело то лишился любого дохода и про них тоже хочу сегодня поговорить я тогда только хочу нашим зрителям которые будут слушать сказать что вообще раз мы уже вышли на то что стресс не конкретно вот там коронавирус или там карантин или что-то вообще стресс он обостряет какие-то вещи я хочу сказать что не только коронавирус влияет на вероятность развода но например иммиграция как стресс тоже очень сильно на это влияет вот мы видели очень много народу которые здесь вот у них все и произошло и семьи разваливаются и так далее на самом деле мы имеем возможность сегодня от михаила услышать что такое что в гораздо более широком плане поможет нам быть более устойчивыми так я слушая вас вот я так понимаю но заметьте семьи которые разводятся в процессе иммиграции или после иммиграции то чаще не те люди у которых было изначально все хорошо то есть бывает такое было все прекрасно менялась обстановка кто-то один потерял поддержку там не знаю рода родины и человек провалился и развелись чаще всего это люди которые и так были не очень гармонично друг с другом и для них иногда иммиграция была надеждой на то что мы жизнь изменим как бывает давай родим ребенка у нас отношения не очень ребенка родим самим все хорошо то есть цели миграции потрясающая тема конечно интересная успех иммиграции зависит от тех целей которые мы на нее накладываем но это для отдельного договора и так да давайте посмотрим что происходит с нами я когда вижу людей вот в этом стрессе я вспоминаю одну интересную историю о том как во время войны в корее американские десантники отрабатывали прыжки с парашютом и перед очередным полетом им раздали парашюты но не для всех хватило обычных парашютов для праворуких и одному сказали что слушай у тебя будет другой парашют это парашют для левшей он мало чем отличается на просто кольцо не не справа слева ты можешь его раскрыть любой рукой но левой это будет делать удобно самолет взлетел они все по очереди прыгнули и у одного из десантников парашют не раскрылся и он погиб когда провели расследование этой ситуации то выяснилось что погиб тот как раз которому дали парашют для левши и его форма его рубашка с правой стороны там где должно было быть кольцо обычного парашюта была изодрана в клочья даже на его теле остались глубокие раны от ногтей но кольцо он скорее всего не трогал потому что даже не прикасался хватал не с той стороны да да парашют его был в порядке вот падая через эту пустоту в течение достаточно длительного времени человек настолько был сфокусирован на на спасении своей жизни что он и забыл и не обратил внимание на то что рядом вот это происходит со многими сейчас людьми и я тоже немножко не избежал этого состояния когда мы настолько сфокусированы на на теме на вот этой вот ситуации что мы теряем из виду даже какие-то варианты свои шансы свои способности то есть весь наш арсенал который может помочь нам выплыть мы мы на него не смотрим и вы теряем и это как на это человек смотрит в подзорную трубу одним глазом и он видит вот ограниченное пространство а больше не видит того что вокруг и это часто бывает с нами в обычной жизни мы идем по улице и мы в своих мыслях мы только смотрим чтобы нам не попасть под машина но мы не присутствуем у нас нет контакта жизнь и поэтому первый мой совет он достаточно известный как только вы ловите себя на вот этому состоянии погружения во что-то как только вы понимаете что вы смотрите одним глазом в подзорную трубу нужно мгновенно вернуться в сейчас простыми тремя вопросами что я сейчас вижу что я сейчас слышу что я сейчас там чувствую обоняю и так далее вот прямо в этот момент и это на улице хорошо заметно когда вот идут такие сфокусированные и вдруг себя спросили а что я сейчас вижу слышу и у вас как будто бы поле зрения мгновенно расширяется вы замечаете что есть деревья птицы я их слышу какие-то запахи вы вернулись в мир мы вернулись в контакт с жизнью это за полминуты делается это очень просто это достать себя вот из этого погружения с этого нужно начинать чтобы дальше можно было двигаться уже к гармонизации состояния вот такой прием понятный то есть человек фактически он в своих каких-то грустных мыслях или как это говорят что у него доминанта фокус внимания на чем-то сосредоточился и ничего больше не слышит не видит там и так далее ты помнишь состояние было очень характерно 30 лет назад для нас когда мы жили в москве но это было просто как бы нормально ты идешь своих мыслях таким хорошим рабочим шагом и вообще никого нигде не замечаешь и не слышишь и не видишь и мы в таком состоянии естественно нашей лелости приехали в америку 30 лет назад и в голове было куча проблем нужно было успеть туда сесть на правильный троллейбус успеть документы куда-то занести и я вот помню что я шла во всех этих мыслях и на встречу мне шел здоровенный черный дядька который со мной поравнялся и сказал смайл он сказал мне улыбнись то есть он со стороны увидел что я вообще уже как это очумевшая своих мыслях иду и сказал улыбнись и я подумала что наверное что такое со мной не так потому что если со стороны это видно то наверное что это похоже на состояние когда в метро люди едут там каждый весь своих мыслях и ты смотришь на эти лица мрачные они вроде не общаются и не улыбаются у себя там какую-то мысль думают это вот в этом состоянии у нас дома с женой это есть такое слово проснись то есть мы когда замечаем друг друга в каком-то состоянии таком погруженном мы говорим другу проснись вот точно да все есть я есть мир есть реальность у нас семье это не так происходит у нас семье мне говорят что я сейчас сказал тут можно приобрести тему с векторами есть люди со слуховым его иногда называют звуковым вектором на синим а которые вам повторят то что вы сказали за последние полчаса но это не знаете что они вас услышали а так-то магнитофон работает хорошо а давайте дальше тогда второй момент вот мы сейчас все все это не как люди себя прекрасно чувствуют у кого-то другие проблемы многие люди на планете находятся в определенном состоянии испытывают очень похожие чувства и даже сравнивают вот и у меня там бизнес рухнул я и так далее есть некая общность она действует двояко она может является поддержкой с другой стороны она нас очень держит состоянии группы но попробуйте спросить себя те кому сейчас трудно и плохо я сейчас обращаюсь к тем кто проживает действительно приз этот эмоциональный глубоко вот раньше в жизни как вы реагировали на какие-то стрессовые ситуации какие у вас были телесные реакции какие были мысли кто-то проваливался в тревогу о здоровье родителей сразу кто-то в тему про детей кто-то что нечем будет кормить семью и так далее если вы вспомните как вы раньше реагировали на стрессы то вы заметите что данная ситуация для вас лично она мало чем отличается может быть силой воздействия для некоторых людей да но по сути наша реакция она для нас привычно обычно она наша сосед проживает это же но как-то по-своему снаружи похожи то он или прячется за стеклом или наоборот а внутри у каждого свое и когда вы скажете себе что да есть проблемы на планете глобальной у планеты есть проблема но у меня проблема моя собственная и она не такая как у других людей вы тогда выходите из группы и вы можете посмотреть на себя и вы можете решать свою проблему и вот это важно не потерять связь с людьми я не о том что вы должны отделиться как-то от всех но про свое состояние скажите себе что я так реагирую всегда и это это правда я заметил по себе у меня те же самые возникают внутри тревоги когда я вижу разные картинки страшные и я понимаю что я так реагировал на какой-то свой финансовый кризис на кризис семейный и прочее и вот этот выход из группы с уважением ко всей группе это первый шаг для того чтобы заняться с собой вы не можете пролечить всех остальных сейчас можете себя это как вы представьте что есть некий шторм и плывут лодки и на разных лодках люди кричат помогите а вам нужно выплыть пока вы не сосредоточьтесь на своей собственной лодке вы не себя не спасете ни другим не поможете поэтому следующий пункт это выход из группы как я его называю и понять что ну вот я это я я дальше я бы сказал что вот на кризисе который мы сейчас видим это очень если я правильно понял о чем речь это очень проявляется на том что нам должен помочь президент конгресс ну кто-то должен помочь там губернатор что-то вот мы группа мы потеряли нам негде взять вот они должны нам помочь потому что сам день я не могу если я как в группе то вот мы как группа мы сами не можем это не об этом у каждого человека есть свой механизм проработки каких-то ситуаций да я думаю что если это семья то я не прорабатывать эти ситуации взаимно совместно дата у них есть какой-то механизм так вот когда человек впадает в панику у него на минуточку этот механизм выключается и он находится в паническом состоянии он думает ой что же со мной будет все рушится все рушится все рушится но если есть нормальный механизм возврата вот в эту вот свою рутину и проработки ситуации когда как она обычно прорабатывается то возникают такие успокаивающие факторы которые обычно включаются и ничего такого страшного тут президент вообще ни при чем это совершенно о разных вещах а я не вижу противоречия между тем о чем вы говорите вы оба говорите сейчас про опору только есть опоры внутренние есть опоры внешние и михаил говорит при том что стрессовые ситуации мы переключаемся на внешние опоры ассадан говорит о внутренних опорах ну и очень старого ситуация сложила что на внешние опоры опираться невозможно потому что они просто рушатся на глазах да и тогда это еще больше заводит в паническое состояние я скажу про это чуть позже я скажу сегодня про это а теперь в школе мы заговорили о страхе есть такая интересная штука тот страх который многие сейчас испытывают это не только наш собственный страх то есть это не те ситуации которые я по жизни проживал своей жизни и которые меня напугали теперь я верю что они восстанавливаются у нас есть память наших родителей у нас есть память наших там прародителей и так далее и стрессовая ситуация любая цепляет наши страхи разной глубины но вот такая как сегодня цепляет особенно и поэтому когда вы чувствуете что вас одолевает тревога и страх попробуйте назвать себе эти чувства скажите у меня есть страх и чего вы боитесь конкретно и спросите себя а вот чей это может быть страх из тех кого я знаю мамы и папы бабушки дедушки и прочее кто мог испытывать такой страх из моих известных мне предков и очень часто вы кого-то найдете потому что у нас большинство было там двух поколениях в трех максимум есть те кто пострадали во время второй мировой войны и есть и если говорить нам про людей которые из-за из россии советского союза у кого предки были репрессированы у кого кто-то еще пострадал и это их страх и вот это то самое что было со мной я честно скажу да я я не есть такой гуру мастер который вот абсолютно в состоянии дзен все время пребывает я провалился какое-то время назад я не понял то что произошло у всех разные вещи степляют у меня вещь степляет это длительная разлука с детьми а у меня дети живут в разных странах когда я понял сейчас это все дело перекрывается передвижение то я провалился вот на том что я не смогу там своего ребенка обнять долгое время непонятное время и я был нехорошем состоянии и меня выдернула жена и спасибо за это огромное она мне говорит ты посмотри свои вебинары там все рассказано там есть инструменты там все написано что сделать и я не то что посмотрел я вспомнил и я стал спрашивать чей это страх это страх моей бабушки которая пережила в ленинграде всю блокаду и которая потеряла свою дочь мою маму и у них была очень долгая разлука и бабушка искала там в сибири кому интересно у меня есть на тему вебинар называется главный инструмент для управления событиями вот его можно там найти в интернете и посмотреть этом проект подробно рассказывать как только я осознал чей это страх как только я дал место ему у себя внутри я начал вылезать и буквально за два дня я из этого состояния выправился посмотрел более трезвую ситуацию и понял блин кольцо слева просто кольцо слева и все вот сегодня так а я в этом месте завис на это это инструмент это отдельное упражнение чей это страх чья это тревога еще какие-то эмоции кто боялся может мой раскулаченный дедушка если я знаю о нем оказался ситуация нечем кормить детей и это нас выравнивает и это дает нам состоять баланс да я думаю что в этом есть некоторые смысл потому что я вот смотрю на свои какие-то да какие-то внутренние тревоги и я понимаю что при всем при том что мы забили холодильник и забили морозилки продуктов там полного еды полно и все равно вот как чего-то не хватает все есть на чего-то все-таки не хватает и причем это не хватает на уровне какого-то зудежа где-то в голове я же понимаешь у меня все есть а все равно мне нужно пойти в магазин купить что-то вот конкретное я думаю что это связано с тем что мои родители голод пережили и для них было очень важно всегда чтобы была еда наверное это оттуда наверное это может быть оттуда обязательно привязывать это ничего обязательного психологии но это может быть оттуда но есть шанс проверить как только вы себе проговорили что ага мои родители испытывали такой страх и я сейчас чувствую похожий я даю место страху моих ради я теперь понимаю как это не в той степени конечно же как это было у них но в какой-то степени я сейчас проживаю этот страх и даю ему место он проживается через меня и вам сразу становится легче у вас как протёрся экран очки и значит вы попали в точку значит работа следующий пункт о балансе я воспринимаю сегодняшнюю ситуацию у разных людей как нарушение баланса невозможности восстановить потому что мы сбалансированы как корабль он он плывет когда баланс нарушился то корабль тонет все кто были в стокгольме знают музей корабля корабль назывался васа который выпал там из порта первый раз и потонул сразу в чем там было дело там был смещен центр тяжести как только волна накрыла чуть-чуть он накренился и стал тонуть и вот это происходит со многими сейчас людьми которые не держат баланс нету инструмента для удержания этого баланса нету возможности восстановить ровность своего состояния и я хочу сейчас несколько тоже дать инструмент обсудить вещей где мы этот баланс теряем и как с этим можно поработать но прежде всего это баланс опорок у нас есть в жизни внутренние и внешние опоры то что мы только что обсуждали есть внешние факторы это наша работа это некая стабильность в обществе для кого-то внешний фактор это государство и разные его структуры это может быть друзья то есть все что находится снаружи нас организации партии и так далее то на что мы можем опереть есть внутренние опоры это наша интуиция это наши внутренние качества какие-то навыки умение держать себя умение держать тот же самый баланс душевные качества и прочее и в обычной жизни мы опираемся на то и на другое есть баланс между внутренними опорами и внешними это нормально наверное люди которые совсем дзен-дзен они опираются больше на внутренние опоры но таких мало и мы сейчас не об этом что внешне жена это внешняя опора ну жена это внешняя опора но мои чувства к жене мое чувство семьи чувство того что это мы это внутренний опор а когда я смотрю на себя и жену и понимаю что что это мы в хорошем смысле слова не два отдельных человека а это мы это внутренние опоры поэтому здесь такой жена на разные разных местах вот и в ситуации сегодняшней так как внешний мир очень ярко маячит и многие люди переключаются на внешние опоры и вот этот вот поиск информации какой-то наблюдение за цифрами где сколько умерло сегодня там в италии умерло меньше ну ну здорово мир выравнивается а завтра больше черт опять все летит не знаем а куда мы переключаемся на внешние опоры и мы забываем о своих внутренних есть такой очень простой психологический феномен то на что мы смотрим она в нашем сознании увеличивается то на чтобы не смотрим уменьшается как рисует два круга на стене вы смотрите долго долго на один у вас ощущение через три минуты что он большой а соседний маленький вот так работает наш разум и у нас растет значение наших внешних опор уменьшается значение внутренних опор и мы отвыкаем опираться на внутренние вещи эта функция в нас атрофируется и вот эта опасность когда меня спрашивают а чем это опасно вот когда мы выйдем из кризиса из этого что будет дальше дальше будет то что очень многие люди они отвыкли опираться на внутренние опоры они переключились на внешние внутренние как бы их почти нету и это идеальные люди для того чтобы их ими управлять повести в любую сторону сторону паники страха куда угодно еще сказал одно какой-то один пасовый люди делают то что было сказано поэтому задача наша переключаться на внутренние опоры сейчас даже когда совсем тяжело когда напитались информации внешне разные чувствуете что уже все едет на внутренние опоры я могу назвать несколько побольше чтобы сейчас этот файлик чтобы было понятно о чем мы говорим внутренние опоры это наша разум наша осознанность наша интуиция внутренняя цель в отличие от внешней потому что внешняя часть многих пострадала а внутренние могла остаться это наши знания опыт компетенции которые не пропали это наши идеи наша связь с родом не с конкретными людьми а именно с родом вот который стоит нас за спиной наши душевные качества чувство баланса воля радость жизни ответственность некая внутренняя сила дисциплина вера в чудеса это тоже наша внутренняя опора чувство юмора навык медитации для кого-то это молитва для кого-то сон является внутренней опорой любые интересные практики йога цигун и так далее энергетические практики рейки любые другие понимание предназначения и мыслы нашей собственной жизни а внутренняя тишина ощущение связи с жизнью в любой ситуации навык принятия себя людей события ну и внутренняя свобода то есть свобода думать и относиться к всему так как мне хочется вот я просто зачитал список из моего тренинга внутренних опор которые нас от ситуации поддерживать и когда мы о них вспоминаем когда мы знаем во мне есть вот это то мы выравниваем нашу лодку возникает баланс и она уже не так тонет и может двигаться дальше давайте мы просуммируем вот если есть конкретный человек вася вот то что мы сказали на текущий момент есть некий вася вася ему плохо и он потерялся и он ну мы понимаем о чем речь да вот сейчас многие так в раздраив таком значит вот раз два три вот что вася делать прямо как как инструмент давайте мой инструмент вот первое раз два три ну я сегодня дам еще много инструментов и пока те что мы уже проговорили на такие подготовительные основные будут чуть впереди значит инструмент первый это внимание фокус внимания вспомнить парашютиста и фокус внимания спросить себя что я вижу что я слышу что я чувствую телом обоняю в данный момент этот инструмент который срабатывает за за секунды за полминуты он уже меняет состояние если вы видите то что у вас вокруг слышите разные звуки вы уже выдернуты из вот этого погружения в проблему второе что я сказал это выйти из группы то есть понять что мои реакции это мои реакции у меня чаще всего они в такие же это помогает не быть затянутым в массовое движение в воронку куда-то третье это назвать свой страх и спросить чей это может быть страх из тех кого я знаю мои родители там прородители и так далее это подготовительные вещи сейчас я буду говорить о том как нам еще мыслить эти все вещи пока понятно практично значит про баланс про внутренние опоры просто иметь этот список под рукой вот я его уже зачитал он у меня есть списком и я смотрю на него и думаю так вот мне что очень тяжело на что я могу опереться его можно дополнить своими собственными опорами внутренними и наверняка не у каждого есть и это такой список в экстренной ситуации посмотрел увидел вспомнил уже стабилизировался дальше про баланс внимание наше внимание стрессе переключается в одну сторону это как можно себе представить круглый стол на тоненькой центральной ножке и вот на этом столе стоят разные там тарелки с едой и стол устойчивый но если мы сдвинем все в одну сторону то стол просто перевернется это что происходит со многими из нас и нас в это очень втягивает например информационное пространство сейчас открываешь сайт новостей да там 10 новостей все про эпидемию 9 про эпидемию одна про то что нефть там упала и наше внимание из разных сфер нашей жизни она переключается в какую-то одну проблемную сферу и мы вот уже представляем собой тот стол который вот-вот перевернется и поэтому практическая вещь усилием воли вернуть свое внимание в другие сферы насколько это возможно многие сейчас очень ограничены карантином правилам отсутствием работы отсутствие возможности связаться с близкими друзьями и так далее и все же даже в этой ситуации без этого никак это как спасательный круг можно думать что да вот тут холодная вода это не очень там средства комфортное спасение прочее вы себя сегодня этим можете вытащить из воронки когда вы просто спросите а откуда я забрал мое внимание какие еще разные сферы в моей жизни могут сегодня хоть чуть-чуть мое внимание получить и вы себя выравниваете этот стул выравниваете и дальше я хорошо что делать дальше поэтому вот баланс нашего фокуса внимания вернуть его другие сферы которыми вы интересовались до кредита хоть как можно я немножко так конкретизирую на уровне того вот да действительно в этой жизни нужно чем-то фокусироваться но скорее всего это самые видяные вещи например так я буду там придерживаться нормального питания и я буду заниматься спортом например то что я поищу на интернете вместо того чтобы смотреть бесконечные новости про плохую плохую ситуацию на всех странах которые меня будут только накручивать вместо этого я включу там 10-минутный ролик о том как можно ходить на месте мне для этого не нужно много помещения и я могу себе спокойно заниматься спортом у себя дома в домашней обстановке и это переключит мое внимание на движение вместо того чтобы зацикливаться себе и испанковать я думаю что само по себе занятие спортом также как поход в баню или там с кем-то по телефону поболтать это на самом деле отключает тебя вот от этого центра вот этой воронки куда тебя стянул и просто оттуда отошел хотя бы на время да да она сама по себе как бы и хорошо для здоровья для всего остального и она создает внутренний баланс чем бы вы не занимались чем бы вы не интересовались любое то что вы поэтому своему круглому столу расставляете на других его сторонах они там где много она вас стабилизирует это другое состояние это другая реакция на события это уже более адекватная реакция и вас не разрушает с чего я сегодня начал тогда нас рушит наша неадекватная реакция на происходящее событие меня например стабилизирует в этом плане возвращает к реальности то что я знаю я должен сегодня сделать два видео бывает что и три бывает что и 4 я не делаю для себя ну конечно мне хочется рассказать что-то иногда мне не хочется вообще помолчал бы но я знаю что люди ждут и я ищу тему я какой-то вопрос интересный это связь с жизнью то есть ты выходишь и ты по расписанию вот мы возвращаемся к тому что мы неоднократно говорили на канале что человек живет в какой-то рутине и вообще всякая рутина вот такая последовательная да если она и за дни в день и за дни в день она его держит в некотором состоянии баланса как только идет нарушение рутины и ты должен создать новую рутину вот этот переломный момент он очень болезненный потому что старое разломано оно еще не сформировалось и человек не знает куда кидаться и вот в конкретном ситуации карантина когда не нужно идти на работу уйти из дома нельзя ломается весь график дня а чё мне поспать до 12 а чё мне поспать до пол первого а почему мне кино не поспали двух часов ночи я же не спешу никуда правильно но вот эта разлагающая система ломки и рутины когда ты встал с утра и принял дождь и сделал нам зарядку какую-то что-то такое прочее у тебя весь день быстрый а тут весь день такой смешанный и скомканный и получается что у тебя водить какие-то факторы и ты чувствуешь что ты что-то не доделал в этом дне и какое-то такое состояние недоузволенности да согласен абсолютно хорошо следующий момент про баланс когда мы узнаем какую-то тревожную новость мы делаем глубокий вдох когда мы сталкиваемся с каким-то решением которое нам трудно принять мы делаем глубокий вдох когда с нами происходит еще что-то неприятное мы делаем глубокий вдох а выдох то когда мы не делаем выдох мы в трудные ситуации мы постоянно делаем вдох 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 а выдох не делай знаете как астматики вот человек больной бронхиальной астмой он же может задохнуться ему кислорода не хватает он может умереть но у него не со вдохом проблема у него проблема с выдохом он выдохнуть не может поэтому вдыхает больше 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 значит весь вот такой вот увеличивается да а выдохнуть не может и дыхания нет ну и все и можно умереть это происходит с нами в психологическом состоянии мы вдыхаем вот все что у нас это идет а выдоха нет и также с нашим воздухом и у нас нарушается баланс вдоха и выдоха и это только кажется какая-то такая эфемерная вещь она влияет на наше состояние поэтому следующий прием это выдыхать осознанно выдыхать лучше всего это дело в состоянии тишины потому что мы информацию все время вдыхаем любая информация нас это вдох ситуация это вдох когда есть внутренняя тишина когда не нужно ничего анализировать никаких фактов минимальное количество мыслей внутренняя тишина можно сделать осознанный выдох со звуком выдох или без звука выдох как угодно но я знаю что у многих людей в момент выдоха случается эмоциональный взрыв эти эмоции которые накопились последние недели они вдруг вырезают и это очень хорошо потому что много эмоций наших мы не осознаем особенно в эти дни и мы не даем место и они нас заблокируют и они тоже приводит к дисбалансу есть во время этого пятиминутного упражнения когда вы осознанно выдыхаете у вас пошли эмоции то это хорошо дайте вместо проживите их они вас не разрушат наоборот они выйдут и дальше вы будете более осознанно поэтому осознанный выдох просто выдыхаем с каким-то звуком или без звука как как это удобно у меня вот машинка я хотела сказать да у меня есть машинка для развития легких там три шарика красивая да значит я сейчас буду вдыхать а что в ней там разноцветные пасхальные яйца что ли нет нет это три шарика и в зависимости от силы если я буду сильно вдыхать вот сначала один шарик пойдет от силы но моя задача вот десять секунд научиться держать шарик вот тут первый один только шарик ну это я правда на вдох делал да я могу перевернуть потрясная штука можно на выдох делал хорошо как у нас совпало я даже не знал что такая существует а может я тоже сейчас о ней же подумала хотела принести как называется света дело в том что это не просто так а это еще тренажер для развития легких конечно это коронавирус рекомендуется эти легкие как бы типа накачивать как москву да 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 и мы развиваем разные участки легких когда дышим с разной силой и поднимаем эти разные а выдох это да просто выдох или например вот как физкультуре так вниз такого как вам комфортнее я бы здесь не стоял каких-то жестких рамок и есть разные виды дыхания есть такое йоговское дыхание когда вы одинаковое время делаете вдох паузу выдох и пауза из четыре четыре этапа цикла должны быть одинаково время не важно сколько 3 секунды 10 секунд у кого как получается и тогда вы заметите в стрессовой ситуации насколько вам трудно делать выдох такой же длинный как вдох когда мы спокойно нам это комфортно сделать нормально вдох 5 секунд выдох 5 секунд 10 15 а вот когда мы в стрессе даже если мы его не осознаем то мы замечаем вдох могу сделать там 10 секунд 15 а выдох получать и все поэтому любой вариант который у вас работает вам комфортен будет здесь хорош но в принципе ничего плохого этот тренажер может быть использован как для вдоха прямого положения потрясающая штука и и очень красивая я припоминаю что когда с хорошим экстрасенсом работаешь так выдохнешь и лежишь 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 и совершенно не вдыхается думать что вдыхать как-то и не не хочется так и долго-долго выдыхаешь выдыхаешь сколько же там есть еще выдохнуть она все выдыхается и выдыхается и выдыхается а потом уже и вдыхать не хочет наступает какой-то внутренний баланс и и организм переходит на другой режим работы и мозг наш том числе пойти к кому-нибудь вот типа там рейки там человеку да то чтобы с тобой поработали нормально нормально только сейчас ноги пойти не могут а дистанционно тоже нормально да я я на фоне этого кризиса сделал программу поддержка клубная программа она там стоит технически какие-то символическую плату где я еженедельно вот разные вещи даю какие-то инструменты и отвечает на вопросы и поддержка очень хорошо работает можно вырулить на нужную линию жизни возвращаемся к балансу еще один интересный баланс это отношение к ситуации к проблеме и сейчас люди как вы сказали сами вначале делятся на две группы есть перестраховщики которые боятся вытянут на улицу и моют руки свои ноги постоянно то есть люди которые целиком погрузились вот в эту вот защиту и есть наоборот те кто да нам все на плевать и и будем гулять делать что хотим ни то ни то не есть точка баланса это крайне крайние реакции на события это крайние позиции и они обе неустойчивы каждая по-своему и даже те бравые которые им кажут что вообще нам все барабан и будем делать что хотим это неустойчивая позиция поэтому мне некое взвешенное отношение к ситуации я я не снизу и не сверху я всегда говорю про партнерство жизнью мы не подстраиваемся к жизни снизу мы не находимся в страхе и мы не становимся сверху типа да вообще я круче самой жизни пальцы расставят мы на равных и понятно что сегодняшняя ситуация в мире она несоизмеримо больше чем каждый из нас но можно быть с ситуацией на равных и тогда мы себя чувствуем комфортно и тогда мы управляем событиями жизни я вижу ситуацию и я не не отношусь к ней крайним образом я вижу я я действую я участвую я делаю то что я могу сделать в этой ситуации жизнь сделает все остальное вот этот тонкий баланс и о нем тоже стоит помнить ну и последнее про баланс это право отношение к людям есть те кому сейчас очень жалко весь мир или впадает жалость а кто-то впадает в осуждение или перестраховщиков или те кто наоборот значит ему все по барабану и мы этим нарушаем свое внутреннее состояние мы тоже выходим из баланса вот этой вот крайней позиции поэтому если вам кого-то жалко то вспомните о том что есть судьба у любого человека и давайте к этой судьбе относиться с уважением то мы поможем человеку выплыть есть наоборот внутреннее стремение к осуждению да вот я тут сижу в карантине а это там вот гады жизни наслаждаются то вспомните о том что есть у каждого свой собственный рост и у каждого свои какие-то шаги для развития этот человек сегодня вот он проживает так свой рост он проживает так свое движение по жизни и он не влияет на вас ваша судьба ваше умение управлять событиями зависит от вас ну что мы сегодня и проговариваем вот это про баланс а теперь про цели есть в физике силы центробежные центро стремительные я не буду углубляться в физику то есть центро стремительные которые стремятся к центру до центробежные от центра убегают вот так и наши цели в жизни они есть центро стремительные когда мы к чему-то стремимся к какой-то цели а есть центробежные когда мы от чего-то И в стрессовой ситуации нам, особенно снаружи, навязывают цели убегания, цели избегания, защититься от чего-то, спастись от этого, от вируса, от эпидемии, от экономического кризиса и так далее. Когда мы ставим себе вот эти вот избегающие цели, мы теряем опору. Опору нам дают цели центростремительные, то, что мы хотим в будущем получить. И это работа нашего разума сейчас – осознать свои цели и создать, переформулировать свои цели в то, к чему мы стремимся. Потому что избавиться от финансовой зависимости – это центробежная цель, убегающая. А получить финансовую свободу – это центростремительное, к чему мы стремимся. Проведите такую работу с вашими целями. Можно я уточню тут? Дело в том, что в каждой ситуации, в которой мы находимся, мы должны сделать то, что мы можем сделать, то, что находится в зоне нашего контроля. Мы не можем отвечать за всё государство, мы не можем отвечать за наличие дыхательных аппаратов и так далее. Но, по крайней мере, побеспокоиться о себе и сделать то, что возможно. Потому что мы не знаем, какая будет ситуация. Человек может заболеть, заразившись где-то просто в магазине. Это понятно. И мы не то чтобы убегаем от неё, у каждого своя судьба, но мы на всякий случай, потому что это просто наша сила. Мы делаем упражнения, мы запасаемся приборами для дыхания, тислородными подушками, чем-то, 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 просто потому что мы можем это сделать и это в нашей компетенции. То есть мы совершенно сознательно говорим, то, что нас не касается, да, вот есть там органы, это как бы на их совести. И мы не претендуем на то, что мы за ней будем мешать проблему. Мы будем мешать проблему на своём уровне, да, на всякий случай. Мы говорим, что мы запасёмся, а дальше пусть оно нам не понадобится. Да, только я говорю сейчас не про действия, действия совершенно правильные, а про цели. Видите, здесь у нас есть такая запутка. Есть наше отношение к ситуации, есть наши действия. И это разные вещи. Я всегда на своих тренингах учу тому, что наше отношение определяющее. Если у вас есть правильное отношение к ситуации, то даже если вы делаете какие-то неправильные действия случайно, всё равно вы выплывете. Главное – отношение. Если у вас неправильное отношение, неправильное состояние, то даже если вы делаете правильные действия, то вы будете проваливаться. Вот что важно. Мы немножко говорили про цели, да? То есть цель какая? Да, да. Цель – это часть отношения. Если мы выстраиваем цели в будущем. Я для чего делаю вот сейчас это всё? Для того, чтобы мне быть спокойным и иметь защиту на случаях событий. Да, цели впереди. Я хочу создать себе некую опору в будущем. Да. Я внутри себя создаю себе. Это на самом деле опора внутренняя. Потому что я внутри себя понимаю, что я сделаю то, что я должна была сделать. Да. Если бы я это не сделала и что-то случилось, я бы сказала, блин, ну надо было это сделать. Я же это могла сделать, правильно? Да. Абсолютно верно. Это движение, она тут же его пытается в действие провернуть. И мне, например, не хватает того, чтобы меня дослушали до конца. Это очень правильно. Это очень правильно в стрессовой ситуации. Потому что если мы находимся в бездействии, а в постоянной мысли-мешалке, то нам становится плохо. Это правильно совершать действие. Только помнить, что определяется неправильным отношением. И начинаем мы с отношений и с правильным цели. А вот все-таки, когда мы говорим про цели, да, я вижу очень много тренингов, я вижу очень много гуру, я вижу очень много людей, которые на эту тему рассказывают и так далее. То есть все-таки есть вещи, которые большинству из нас не под силу. В том смысле, что мы не привыкли это делать, как-то нас не учили, мы там, я не знаю, ну нормально так ходить к кому-то, кто помогает. В онлайн-то просто с кем-то сесть, поговорить, чтобы он помог с целями, например. Это принято? Это нормально? Это принято и нормально, если у вас есть чувство баланса, что то, что вы в это вложились во время и деньги, вам дало эквивалентную поддержку, подпитку, вы знаете, что делать дальше. И если этот процесс вас не подсаживает на него, на себя, на процесс, там становится внешней опорой. То есть если этот процесс помогает вам вспомнить, почувствовать и опереться на внутреннее, то это дорогого стоит. Если процесс, который говорит, ну пока ты с нами этот час, то тебе будет хорошо, а дальше плохо, ну тогда это способ много заплатить кому-то денег. Я понял. То есть это на самом деле нельзя использовать как способ переложить ответственность там и так далее, а просто как внешнюю помощь для того, чтобы решить свои какие-то вопросы, которые у меня есть. Да, да, и лучше все-таки, если это магазин удочек, а не магазин рыбы. Да, то есть кто совсем помирает от голода, тому, значит, одну рыбу, а дальше удочку, ну, чтобы мы могли внутренне с вами устраивать. Да, да, да. Хорошо работает. Это запасной вариант. У меня на его тему даже отдельный есть тренинг, потому что очень интересная штука. Я сейчас попробую показать на примере, что это такое. Вот представьте, что лежит на дороге бревно, и вы идете по этому бревну. Ну, кто лучше равномерно, кто хуже, вам не страшно. Вы чаще всего с него не падаете и нормально проходите. Пример классический, да, из многих книжек. Теперь представьте, что это же бревно, оно поднято на расстояние там несколько метров, и вы по нему идете. И вам будет идти намного сложнее, вы будете оступаться, вы можете упасть, и очень страшно. Теперь представьте третью ситуацию, что есть то же самое поднятое бревно, а под ним растянута сетка, страховочная сетка, которая не даст вам упасть, удариться, и сетка близко. Вы видите, как идут впереди вас другие люди, и в эту сетку падают, смеются там, и выползают идут дальше. Так вот, вот эта страховочная сетка, она же не опустила бревно вниз. Бревно не лежит на земле, бревно висит достаточно высоко, но находящаяся под ним сетка, она дает нам другое состояние. Вот запасной вариант, который мы продумываем, он нам дает другое состояние. То есть это вариант, что будет что-то плохо, или будет что-то, может быть, даже хуже, чем сейчас, и мы это проигрываем в своих мыслях. Но тут есть очень четкие правила, чтобы запасной вариант, он помог нам выплыть, а не погрузил нас в нить. Запасной вариант должен быть обязательно в зоне приемлемости. То есть если вы надумали что-то такое, от чего вам становится хуже, то это работа в другую сторону. Вы должны запасной вариант представить и сказать себе, да, значит, я понимаю, что если вдруг такое случится, я в этой ситуации, мне будет трудно, но я в этой ситуации выживу, не провалюсь глубже. Дальше. В запасном варианте вы продолжаете оставаться активным человеком, воздействующим на жизнь. То есть вы там не пешка, которая, ну вот все, оно случилось, я ничего не могу. А вы все равно активный человек, вы меняете свое состояние, отношения, мысли и так далее, даже в запасном варианте. Как это работает? Есть такой известный пример из обучения в Америке этих морских котиков, да, морской пехоты, которым в одном упражнении завязывают руки и ноги и бросают их в бассейн. Это фишка разошлась несколько лет назад в Фейсбуке, про это, по-моему, почти все знают. И вот нужно человеку в течение пяти минут с завязанными руками и ногами в этом бассейне продержаться, не утонуть. И люди пытаются делать что угодно. Кто-то там двигает руками, кто-то ногами, швец и так далее, все равно не погружаются там вниз. Кто-то, по-моему, даже там утонул, были эти случаи. Я не знаю, я читал это, как и многие из вас в интернете. В чем принцип и что нужно понять? Как выжать эти пять минут? Нужно перестать бороться с этой водой и нужно дать себя опустить на дно. И когда человек опускается на дно, вот такой связанный руками и ногами, он от дна отталкивается. Это сделать несложно. И он поднимается на поверхность. Там он делает глубокий вдох, его снова погружают вниз, на дна отталкивается. И вот так пять минут продержаться можно. И как это применить на нашу жизнь? Это как запасной вариант. Он намного ниже. Его страшно представлять. И так сейчас тяжело. Представить вариант, который еще ниже, трудно. Но это работа нашего разума. Мы представляем, да, вот допустим, я опускаюсь вот туда ниже. Деньги заканчиваются, карантин продолжается, чего-то еще нет. Я опускаюсь туда. Как только вы эту ситуацию продумали, назвали, осознали и сказали себе, да, это не смерть, я там выживаю, вы психологически поднимаетесь наверх. И иногда приходится пройти несколько таких циклов, когда вы представляете снова запасной вариант, вы снова погружаетесь вниз и поднимаетесь наверх. Запасной вариант – это самый главный инструмент для нашего разума в любой кризисной ситуации. Я через него вытаскиваю людей из кризиса. Я вытаскиваю руководителей предприятий, когда предприятия рушатся. Я очень много работал последние годы с кризисными ситуациями разного масштаба. И бизнесом на миллионы долларов, и просто обычного человека, который в неком своем кризисе финансовом, личном, семейном и так далее. И грамотная работа с запасным вариантом, она помогает оставаться на плаву и принимать трезвые решения. А запасной вариант нужен нам не для того, чтобы мы в него скатились, а наоборот. Если мы с ним работаем грамотно, он нас убережет от того, чтобы он воплотился в реальность. Хочется сказать, что чисто такой наш традиционно российский, русский вариант, запасной вариант называется авось. То есть у нас всегда есть авось. Там, будем живы, не помрем. Ну это не совсем, Том Ильич. Не совсем? Ну нет, конечно. Запасной вариант это когда ты проговорил все, когда ты это принял. Я говорю про национальный характер. Ты говоришь про предпринимателя, который планирует, и у него план A, план B. Нет, ну авось это не запасной вариант, авось это как раз его отсутствие. Ну конечно. Авось это наше решение отдать запасной вариант жизни. Да, мы его делегируем. Да. Высшим силам. Во-первых, это внешняя опора со всеми вытекающими последствиями. Во-вторых, это неуправляемый процесс. Жизнь бывает к нам милостива, но тогда вы не управляете жизнью. А мы начали сегодня с того, что нам все это надо, чтобы начать управлять своей жизнью. И в любой трудной ситуации, в любой стрессовой ситуации мы с помощью нескольких приемов можем начать управлять своей жизнью. Он там мне пишет, что осталось на конференции какое-то. Да, вот об этом запасной вариант. И он отлично работает. Ну и последнее, это действия, мы сегодня уже их касались. Если у вас правильное состояние и правильные отношения, то вы гораздо вероятнее совершите правильные действия. И сегодня главное не оставаться в бездействии, не замирать. Когда мы замираем, то мы останавливаем движение жизни через нас. И я могу на тему предложить коротенькую медитацию, если это уместно. Уместно? Конечно, что же. Медитируем. Вы можете, те, кто нас слушает, это слушать с закрытыми глазами, с открытыми глазами. Это медитация про три волшебных слова. Первое волшебное слово – это слово «да». Слово «да», которое мы говорим прежде всего нашему прошлому. Говоря «да» прошлому, мы даем место тем событиям, которые были там, мы принимаем его, и мы создаем для себя опору нашим прошлым. Поэтому первый шаг – просто скажите «да» к своему прошлому. Следующее «да» мы говорим настоящему моменту. «Да» настоящему – это наш контакт с жизнью. Это наше присутствие. Это наше ощущение. Говоря «да» настоящему моменту, мы получаем поддержку от жизни прямо сейчас. И скажите «да» тому, что вы чувствуете прямо сейчас. Третье слово «да» мы говорим нашему будущему. «Да» будущему – это готовность двигаться вперед. Потому что в стрессовой ситуации мы очень часто сопротивляемся движению вперед. Мы говорим «нет» новостям, событиям. Когда мы говорим будущему «да», то мы открываем себе дорогу. И мы получаем помощь на этой дороге от жизни, от людей. Поэтому скажите «да» своему будущему. Это только первое волшебное слово. Второе волшебное слово – это «спасибо». Мы говорим «спасибо» своему прошлому, тем вещам и тем событиям, которым мы сейчас можем сказать спасибо. И тогда у нас выравнивается состояние. Тогда мы можем взять прошлое как ресурс. Поэтому по возможности скажите «спасибо» своему прошлому. Второе «спасибо» мы говорим настоящему. Это «спасибо» тому, что у нас есть на данный момент. Даже если у вас осталось очень мало сил, денег, ресурсов, скажите «спасибо» тому, что осталось. И это шанс, чтобы дальше было больше. Просто скажите «спасибо» настоящему моменту. И третье «спасибо» мы говорим будущему за возможность выбирать. Потому что даже в самой трудной ситуации, даже когда нам очень тяжело, у нас все равно есть возможность выбирать то, куда мы пойдем вперед. И это слово «спасибо» нашему будущему. И третье волшебное слово – это слово «пожалуйста». Это не ответ на спасибо, а это «пожалуйста», с которым мы что-то предлагаем кому-то и предлагаем от души. И первое «пожалуйста» мы говорим нашему прошлому. Мы предлагаем себя сегодняшнего, более осознанного, более мудрого, нашему прошлому для того, чтобы переварить, переработать какие-то прошлые события. Из нашей сегодняшней мудрости это сделать легче. Поэтому первое «пожалуйста» нашему прошлому. Второе «пожалуйста» мы говорим настоящему, жизни. Мы предлагаем себя как активного участника того, что происходит сейчас. Не как жертву, не как наблюдателя, а как того, кто прямо сейчас управляет событиями. Поэтому скажите «пожалуйста» настоящему моменту. И третье «пожалуйста» мы говорим нашему будущему. Мы предлагаем себя как активного участника того, что будет. Как активного участника своей собственной жизни, которая дальше может развиваться так, как это нужно вам. Поэтому скажите слово «пожалуйста» своему будущему. Три волшебных слова. Да, спасибо, пожалуйста. Ну вот такая штука, она иногда может состояние стабилизировать и дать нам опору внутреннюю на очень такие важные, ценные вещи у нас. Вообще у меня очень интересные были ощущения, пока вы говорили. С прошлого и с будущего у меня было все как бы нормально. А вот что касалось настоящего, у меня просто реально в физическом уровне сердце начинало биться, и мне было нехорошо совсем. Вот просто как-то как-то мне было нехорошо на физическом уровне каждый раз. Я прям чувствую, сколько мне сердца биться. Нам очень сложно сейчас многим работать с настоящим. Да. То есть это нормально, это не отклонение. Это нормально, и я думаю, на второй раз или на третий этого не будет. Просто давайте примем, что сегодня такая реакция, она настоящая, она очень естественная. Мы же не роботы, мы живые люди. И мы сегодня... Многие из нас находимся в таком состоянии. Я как человек, который привык медитировать, занимался эзотерикой там 4 года и так далее, я очень нехорошо в медитации. Вхожу, выхожу и... Но тебе легко было и в прошлом? Мне было очень легко и, как сказать, я тренирован. Я по-другому это делаю. Я тоже тренирован, но все равно как-то настоящий у меня такой проблем. Давайте, может быть, вот что, раз у нас время там к концу идет, какое-то такое напутствие. Как бы вот тех, кто нас до конца дослушал, а это самая правильная наша золотая, золотой фонд нашей аудитории. Вот что мы нашему золотому фонду скажем? Как мы позолотим ручку золотому фонду, так сказать? Я бы сказал так. Итак, помните о том, что управление вашей жизнью, вашей собственной жизнью, вашим собственным кораблем, оно в данный момент все равно у вас в руках. И вы можете использовать мои инструменты, которые я сегодня озвучил. Вы можете использовать другие, которые вы наверняка знаете, вам удобны. Но когда вы присутствуете и когда вы находитесь в контакте с жизнью, то вы можете из этой ситуации выруливаться. Я говорил, что у меня есть еженедельный клуб, где я оказываю поддержку в этой ситуации. Можно его найти. Я не знаю, может, ссылку дадите под... Конечно, присылайте ссылку, я вставлю. Да, клубная программа, где я даю инструменты каждый раз, какие-то новые для того, чтобы ситуацию анализировать, себя лучше чувствовать. И я отвечаю на вопросы и разбираю разные трудные ситуации. Такая постоянная поддержка для тех, кому надо. Вот. Вы управляете событиями и помните, что сегодня кольцо слева. Это самое главное. Вовремя вспомнить, что сегодня кольцо слева. Просто эта ситуация, она открывается с другой стороны. И тогда вы через месяц или через два почувствуете, что у вас другое состояние, у вас другие события. И вы вырулили, и дальше что происходит так, как вы хотите. Я от себя тогда закончу, может быть, анекдотец мне тут зрители слева пишут. А такой анекдот, что там, он говорит, Моня, как электрик, что ты скажешь за коронавирус? Он говорит, Сара, я тебе скажу, что лучше быть изолированным, чем заземленным. Да, спасибо, хорошо. То есть, не все так плохо, знаете. Вот, Света, у тебя есть что-то для зрителей наших? Нет, я хочу сказать, Михаил, что наши зрители вас очень ждали. У нас же есть друг в Телеграме. Они писали многое, что они хотят вас услышать, увидеть. Я думаю, что сейчас я начинаю делать видео, лучше подарим. Ну что же, тогда спасибо всем, кто принимал участие. И ссылочки давайте я вставлю. Да, я ссылочку дам, но у меня очень много есть бесплатных видео, которые можно посмотреть, и которые тоже дают инструменты, и состояние, и вдохновение, и то, чтобы выйти из этой ситуации. Ну и отлично, отлично. Все, но мы не прощаемся. Глядишь, там еще у нас поводы будут. Давайте попрощаемся со зрителями. Счастливо, счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok